Добрый вечер! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Государственной Думе обсудили перспективы роста цен на коммунальные услуги в этом году. Халатность чиновников привела к серьезному материальному ущербу. В Тюмени рухнула стена жилого дома. Доведены до отчаяния стихийный митинг рабочих машиностроительного завода в Вологде. Неизвестные забросали коктейлями Молотова офис КПУ в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Одесской области. Обстоятельства происшествия уточняются, ведется поиск подозреваемых. Депутат Верховной Рады Украины от оппозиционного блока Вадим Рабинович прогнозирует скорое падение нынешнего правительства Арсения Яценюка. Об этом он заявил сегодня во время встречи с общественностью в Харькове. Не сомневайтесь, что те, кто уничтожает нашу страну, уйдут. Те, кто уничтожает 9 мая, те, кто разрушает памятники. Нам надо поднять голову и побеждать, сказал Рабинович. Депутат также осудил политику правительства, основанную на иностранных займах. По мнению оппозиционера, кредитные средства сейчас распределяют между собой представители власти и олигархи. Отдавать долги, цитата, придется нашим детям и внукам. Правительство обещает придержать уровень роста тарифов на коммунальные услуги. В этом году они возрастут примерно на 8%. Об этом сегодня сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Однако заявление чиновника не особо впечатлило депутатов. По мнению представителей фракции КПРФ, к 2016 году цены на коммунальные услуги могут подняться на 15-19%. Тарифы естественных монополий влияют на деятельность всех предприятий и развитие экономики в целом. Как показано ранее, ошибки в тарифной политике могут загубить целые отрасли или экономику регионов. Фракция КПРФ настаивает на том, что при разработке тарифов в первую очередь должны учитываться возможности российской экономики и уровень жизни в регионах. Тогда ситуация с ценами на услуги ЖКХ изменится в лучшую сторону. Халатность чиновников привела к серьезному материальному ущербу. В Тюмени произошло обрушение несущей стены пятиэтажного жилого дома по улице Харьковской. По данным правоохранительных органов пострадали 4 человека. Около 300 были эвакуированы. Как стало известно, дом уже долгое время находился в аварийном состоянии. Жильцы неоднократно обращались за помощью в администрацию города. Однако вопрос переселения так и не был решен. В 93-м, когда переехали мы сюда, не комнату дали, а отсюда здесь где-то через два года вот эта стена, фундамент треснул до пятого этажа. Нас выселяли уже отсюда. Выселяли, потом стяжку делали до второго этажа и сказали, живите нормально. Некоторых жильцов удалось временно расселить в местные гостиницы. Другие живут у родственников. По факту обрушения части здания в Тюмени возбуждено уголовное дело. В Вологде прошел митинг работников машиностроительного завода. Его участники проследовали с плакатами и лозунгами к зданию областной администрации, где потребовали от губернатора и чиновников защиты своих прав. Акция протеста не была санкционирована. Причиной проведения стихийного митинга стала новая волна необоснованных сокращений. В списки на увольнение попали около 50 человек. Всего же на предприятии сейчас трудится 90 рабочих. Помимо этого, руководство завода перестало погашать задолженности по заработной плате. Не хватает денег ни на питание, ни на медицину. Куда же выйдется-то? Мы еще работаем, а кто не работает? Напомним, за текущий год это не первая акция протеста сотрудников машиностроительного завода. Забастовка, проведенная рабочими в феврале и последовавшие проверки правоохранительных органов, пока не принесли результатов. Все те, кто вышли на улицу выразить протест, готовы бороться за сохранение предприятий и рабочих мест на нем. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи.